Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, Пророков и Писаний, и мы продолжаем изучать жизнь Исаака и Якова и Исаава. Следующие недельные главы посвящены уже жизни потомков Авраама. И мы видим, что наша недельная глава начинает, называется «Воеце», что означает «и вышел». А начинается с 28 главы Бытия, 10 текста, где написано «Яков же вышел из Вирсавии» или сегодня это место называется «Бэйршева» и пошел в Харан. У Якова не было другого выхода. После того, как Исаав раскрыл то, что сделали Ревека и Яков, у Якова не оставалось никакого другого выхода, как идти обратно на родину Ревеки, обратно туда, откуда вышел Авраам. Это, пожалуй, удивительный и последний поход потомков Авраама на другую сторону реки. И там, конечно же, Яков имеет свои трудности и радости. «Придя в Харан, он знакомится со своей возлюбленной Рахилью и хочет на ней жениться. Но пришел в Харан он ни с чем. Все то первородство, которое с таким трудом выбивал он и своего брата, и своего отца всякими хитростями и другими вещами, оно не принесло ему никакого материального блага. И оказался он в Харане в отличие от своего отца, которому Авраам послал за невестой в Харан и дал большие подарки своему брату двоюродному для того, чтобы взять жену, брату, сыну своему, то у Якова ничего не было. У него не было даже каравана. Он пришел действительно как бедный родственник. И поэтому, естественно, в связи с тем, что это один клан и, конечно же, харанские родственники Авраама продолжали ценить родственные связи. Это на Ближнем Востоке очень важно. Это, естественно, выдать замуж дочь внутри своего клана являлось делом приоритетным. Поэтому, хоть у Якова ничего за душой не было, то у Лавана, отца возлюбленной Рахили, оставался только один способ, чтобы Яков отработал семь лет и принес какую-то прибыль и заработал что-то. Но у Лавана были свои проблемы. У Лавана было две дочери – Рахиль и Лия. И Лия характеризуется тем, что она была слаба глазами. Что это, собственно говоря, значит? Неужели девушка, у которой немножечко плохое зрение сегодня носит очки, неужели она обязательно должна быть некрасивой и непривлекательной? Мы знаем, что это не так. Но на то время на Востоке ценились совершенно другие качества. Дело в том, что женщина в семье, дочь в семье, она играла определенную роль и выдавалась замуж по определенным характеристикам. Потому что семья в то время – это была конкретная экономическая единица, и каждый член семьи должен был что-то производить. Если мужчины занимались обработкой земли и выпасом скота, то женщины занимались рукоделием. И самое ценное в женском рукоделии, сегодня археологи обнаруживают предметы женского рукоделия – это в основном ювелирные изделия. То, что осталось. Возможно, были и швейные изделия, но от швейных ничего уже не осталось. Все-таки лен не может пролежать в земле столько веков. Поэтому слабость глаз при отсутствии очков и контактных линз была серьезной проблемой. Это значит, что девушку невозможно было научить делать мелкую работу. А именно исходя из документов, которые мы читаем, все эти брачные контракты, все, что у нас осталось, ценилась именно та девушка, которая была способна к выполнению мелкой работы. На Ближнем Востоке, особенно в Северной Месопотамии, даже был такой способ инвестиций, когда богатый мужчина брал из бедной семьи девочку, забирал ее у родителей, удочерял ее, а потом вкладывал деньги в ее образование, именно обучая ее всевозможным искусствам и прикладным. И, соответственно, после этого, если это была способная ученица, то у нее шансы выйти замуж были большие. Соответственно, ее возлюбленный или, может быть, не возлюбленный, но, по крайней мере, будущий муж давал такую за это, ну, то, что у нас сегодня принято с узбекского языка называть колым, что этот колым окупал те вложения по удочерению и обучению. Это был такой инвестиционный бизнес. Мы видим очень много таких документов. Поэтому для Лавана его родная дочь Лия была проблемой, а Рахиль проблемой не было. Но Яков хотел Рахиль, а Лию не хотел. И это была еще большая проблема. И поэтому Лаван пошел на хитрость. И поэтому мы читаем книги Бытия, 29 глава, о том, что сказал Яков Лавану, дай мне жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою, Лию, и ввел ее к нему. И вошел к ней Яков. 25 текст. Утром оказалось, что это Лия. И скажите, пожалуйста, а как это могло так получиться? Все, что произошло с Яковом, показало один лишь факт. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Яков воспользовался и проэксплуатировал взрывной темперамент своего брата для того, чтобы вынудить его отказаться от первородства. Но у самого-то оказался тоже неплохой темперамент. Ну, сами понимаете, он, бедняга, работал целых семь лет, чтобы получить в жены свою возлюбленную. Ну, и Лаван к нему присмотрелся. И поэтому недаром нам написано, что Лаван сделал пир. Естественно, понятно, что на этом пире пили. И, естественно, получился небольшой казус, в результате которого Яков оказался в постели совершенно не с той, которую ожидал. взрывной характер и темперамент, который тоже у Якова был закопан где-то, может быть, глубже, чем у его брата Исава, вышел наружу хорошо под воздействием алкоголя. И, к сожалению, печально даже тот факт, что Яков своей возлюбленной после долгих семи лет ожидания, войдя к ней, в время свадьбы не сказал ни слова. Но факт остается фактом. На Ближнем Востоке, да и вообще в Библии, как бы ничего не прописано ни о регистрации браков, ни о каких-то свадебных формальных церемониях. Но, исходя из этого урока, мы видим, к кому ты вошел, та и будет твоей женой. Илия осталась законной женой Якова. Но, к сожалению, Яков отказался смириться с тем фактом, что Лия оказалась его женой. Яков не изучил того урока, который Бог желал ему преподать. И Яков пошел на то, чтобы все-таки в качестве второй жены получить сестру Лии. Мы уже видели, насколько, несмотря на то, что в Священном Писании, в Законе Божьем нет конкретного запрета на многоженство, тем не менее, очень четко показаны последствия этого многоженства. Но то, что сделал Яков, переходило вообще всякие рамки, потому что даже закон Моисеев, мы позже увидим, говорит, ну ты ж хоть сестру во качестве второй жены не бери. Более того, многоженство, в общем-то, это был удел очень богатых людей. И те случаи многоженства, которые мы видим в Библии, они-то, в общем-то, описывают жизнь людей, царей, таких богатых людей, патриархов. В большинстве случаев, конечно же, многоженство не практиковалось, читая брачные контракты, которые мы можем видеть сегодня на глиняных табличках, дошедшие до нас из древней Месопотамии, мы очень четко видим, что обычно при заключении брачного контракта исключение могло иногда делаться только в том случае, если жена не в состоянии родить. Но в 99% брачных контрактов отец невесты прописывал очень строгие штрафные санкции, если муж захочет привезти, кроме его дочери, в дом вторую жену. Но Лаван пошел на это. И пошел на это он умышленно. Для Лавана главное было нажиться, но нажиться очень определенным образом. В Якове он видел канал, через который он сможет иметь влияние на ту часть семьи, на потомкова Врама, которые находятся на той стороне реки Ефрат. Поэтому, создавая вот такую связку, отдавая в жены Якову вторую свою дочь, Лаван хотел и просчитывал, он был человеком расчетливым, тот факт, что, может быть, это поможет ему объединить все богатства клана Фары отца Аврааму, что клан, в общем-то, распался. Ибо Авраам пошел, сказано, уйди из дома отца твоего, было, говорилось в недельной главе Лех-Леха. Недаром говорилось, потому что Авраам, уходя из дома отца своего, фактически разрывал клановые связи. Более того, Бог сказал, «Я от тебя произведу сильный народ». Вот почему Лаван прилагал такие усилия и делал то, что он делал. Но на Якове отразилось это очень и очень печально. Две его жены не могли между собой найти мира. Бог сразу же показал, кто является законной женой Якова, ибо рождала только Лия. А Рахиль не рожала. И это создавало еще большую проблему. С одной стороны, Яков любил Рахиль, но от Рахили у него не было детей, а от Лии у него было уже много детей. И тогда проблема пошла еще больше по второму кругу. Рахиль, видя, что не рождает, отдает ему свою служанку. А Лия – свою служанку. И в результате у Якова оказывается не две жены, а четыре. Каждый из рожденных детей, которые, сыновей, которые рождаются у Лии, Лия их определенным образом называет. Лия прекрасно чувствует, что она является женой законной, но не любимой. В этой всей схеме, которую устроил ее отец и под которую подписался Яков своим темпераментом и нежеланием покориться воле Божьей, Лия оказывается жертвой. Свою скорбь она вымещает на именах детей. Лия, Ру-бен, усмотрел Господь, так назвала она своего первого сына. Шимон, услышанный. Все время в этом Лия находится определенную разрядку своей трагической ситуации. Ситуация заходит очень далеко. История с мандрагоровыми яблоками, когда в борьбу двух жен-сестер впутанными оказываются дети, буквально выкристаллизовывает эту страшную ситуацию, в которой оказался Яков. И Яков начинает это понимать. Удивительно то, что Бог наконец слышит Рахиль. И Рахиль рождает. Удивительно то, что при всей ситуации, которой оказался Яков, Бог не дает Якову утонуть. Заметьте, в предыдущей главе, которую мы разбирали, в недельной главе, Бог отстраняется от Исава. Примерно за то же самое, за его многоженство. Но от Якова Бог не отстраняется. Почему? Разница лишь в одном. Оба Якова и Исава, в общем-то, одинаковы. Но Яков ищет Бога. И Бог отвечает ему на его поиски. Яков ищет Бога. Удивительно, что именно это момент, который подчеркивает нам пророк Озия. В качестве гавторы на эту недельную главу, мудрецы предлагают текст из книги пророка Озии, 12 по 14 главы. Посмотрите 13 главу с 9 текста. Покубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасает тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя начальников. И я дам тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззакония Ефрема. Сбережен его грех. Вот она ситуация. Озия обращается к северному царству израильскому, который находится в безнадежнейшем положении. Но в 14 тексте дается надежда. От власти ада я искуплю их. От смерти избавлю их. Смерть – где твое жало? Ад – где твоя победа? Не эти ли слова использует Павел в первом послании к Коринфянам? Вот почему мы предлагаем для рассмотрения параллельной главы первое послание к Коринфянам, 15 глава, где говорится о том, что тленному сему надлежит облечься в нетлении, смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тление сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в мессмертии, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть – где твое жало? Ад – где твоя победа? Почему это пророчество Озии, в котором говорится об Ефреме, Павел использует как сбывшееся слово о воскресении из мертвых? Идея одинаковая. Мы все безнадежно связаны нашими грехами и можем выпутаться из этих грехов только одним способом – спасением, которое идет от Господа. через воскресение, о котором Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Но Его воскресение открывает для каждого верующего победу над смертью, которая и связывает нас более всего, более, нежели жизненные обстоятельства, в которых кто-то попадает, а кто-то не попадает. Мы связаны все одинаково путами и узами, надвигающиеся на каждого из нас смерти. Об этом пишет Озия. Но как же эта глава Озии связана с нашей недельной главой? Почему раввины увидели, мудрецы увидели вот эту связь между Озией и ситуацией с Яковом? Ефрем является одним из самых больших колен Северного Царства Израиля, потомком Иосифа, любимого сына Якова, о котором пророк Озия очень красиво пишет в 12 главе. Он посетит Якова по путям его и воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего и, возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его в весиле. Вот о каких событиях говорит Господь. Оказывается, у Якова при всей его характере, при всем его темпераменте были построены отношения с Богом. там, в самом начале этой недельной главы Яков, в одиночестве, убегая, скрываясь от гнева своего брата, как описано нам в 28 главе 12 стихе, увидел во сне, лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь Бога, Авраама, Отца Твоего, Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомство Твоему. Вот Я с Тобою и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь. Господь вывел Якова из его бедственного положения, как и обещал здесь, потому что у Якова были отношения с Богом. Разные ситуации попадаем мы в нашей жизни, ситуации, из которых трудно выпутаться. Но залогом спасения Якова были не его дела, а его отношения с Богом. И в этом пример для нас. Пример Божьей благодати, которая может оказаться в нашей жизни, если мы имеем взаимоотношения с нашим Творцом.